Митинг рабочих Митинг рабочих Закрытые рты имеют голоса На руках были надеты перчатки Протестующие размахивали флагами Скандировали лозунги и держали Плакаты и гвоздики Ограничения на передвижения, введенные в марте В Греции с 4 мая будут Постепенно ослабевать Пришло время Сражаться и жить Битва состоит из двух частей Оставаться здоровым и бороться за бесплатную систему Общественного здравоохранения Папа Франциск сегодня Помолился за рабочих по всему миру По его мнению, люди должны получать Достойную заработную плату Во время утренней мессы В часовне Каза Санта Марта В Ватикане Папа Римский добавил, что Даже сегодня в мире много мужчин и женщин Вынужденных выполнять Низкооплачиваемую работу, чтобы выжить Сегодня в праздник Святого Иосифа Трудящегося и в День труда Мы молимся за всех работников За всех, чтобы никто не испытал недостатка в работе И всем справедливо платили И они могли наслаждаться достоинством работы И красотой отдыха Первое мая в Турции День труда и солидарности Обычно в этот день по всей стране Проводятся различные митинги Организованные представителями Профсоюзов и общественных организаций Ежегодные демонстрации проходят На площади Таксим в Стамбуле И Красной площади в Анкаре Но в этот раз из-за пандемии коронавируса Людям запрещено выходить на улицу Власти страны вели трехдневный комендантский час Который будет действовать в 31 турецкой провинции Вместо этого общественники провели онлайн конференцию В которой обсудили проблемы и требования трудящихся Я поздравляю всех рабочих с 1 мая Из-за эпидемии многие работодатели Отправили своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск А некоторых уволили Это очень сильно отразилось на жизни многих людей Особенно пострадала сфера услуг, в которой работал я Желаю всем благополучия Хотя сейчас мы все находимся не в лучшем положении Я надеюсь, что солнечные дни еще впереди Со времен Второй мировой войны Впервые французы не вышли на улицы Многочисленными манифестанциями В честь 1 мая Праздник труда в этой стране имеет большое значение И отмечать его в условиях карантина Как оказалось, могли не все На прямой связи с нашей студией Находится корреспондент Алиас Издыкова Алиас, добрый вечер Расскажите, чувствуется ли праздник труда В условиях общего карантина Здравствуйте, Гульнара Праздник чувствуется, но не во всем Вот у меня в руке вы видите букетик ландышей Это главный символ французского 1 мая А вот главные события сегодня развернулись На площади республики Где обычно проходят все манифестации В прошлом году, на 1 мая Там собирались тысячи людей А сегодня прошли лишь немногочисленные Одиночные пикеты А наиболее активные французы Несмотря на то, что карантином запрещено Проводить пикеты Вышли все-таки на площади республики Где были остановлены полиции И я предлагаю послушать мнение очевидцев Обо всем этом В Израиле и повсюду мы видим Манифестации, на которых люди Держат метровую дистанцию Они в масках И только во Франции нет права Праздновать 1 мая Это невероятно И напротив, я счастлив Видеть полицейских Которые могут манифестовать Вот они более многочисленны здесь Чем сами выступающие Алия, ну вот все-таки французы Они ведь славятся тем Что часто выходят на демонстрации Так как они терпят Что их права нарушаются? Неужели они не попытались Как-то, ну не знаю По-другому выразить свою позицию? Праздник этот никто не отменял Просто власти и профсоюзные лидеры Предлагали перенести празднование На балконы и в социальные сети Так, к примеру, французам Предлагалось на балконах Вывесить транспаранты, растяжки На тему праздника Но мы специально обошли Несколько кварталов И скажу честно Мы не увидели ни одного украшенного балкона Что касается социальных сетей То там действительно Сегодня наблюдается Повышенная активность Политических и профсоюзных лидеров Я хочу сказать Что праздник своей актуальности Не теряет Несмотря на такой необычный формат празднования И сегодня Очень актуальна остается Тема безопасности труда В условиях пандемии Во Франции Это одна из самых обсуждаемых тем Спасибо, Оля Надеюсь, что после окончания карантина У всех у нас будет право Высказать свою точку зрения А мы продолжим Многие известные Туристические достопримечательности Открылись по всему Китаю В стране начались Пятидневные каникулы В честь Международного дня труда Наплывы туристов ждут В Тибетском автономном районе На юго-западе Китая Здесь расположены Самые живописные озера и горы У путешественников Есть возможность Насладиться захватывающим видом Бирюзовое озеро Лежит под чистым голубым небом В окружении заснеженных гор В крупных городах Таких как Шанхай Основные туристические места Также ждут посетителей Но везде при въезде В достопримечательности Будут соблюдены Противоэпидемические меры Людей будут регистрировать И измерять температуру Билеты можно купить только онлайн Туристы должны записаться На прием, чтобы посетить Главное здание И придерживаться Фиксированного маршрута В этом году мы впервые Использовали визуальную платформу Для интеллектуального управления Таким образом Мы можем автоматически Осматривать берег реки Ну а сейчас главное Чтобы работа вообще осталась Около 1,6 миллиарда работников Представляющих почти половину Мировой рабочей силы Могут потерять работу Из-за пандемии коронавируса Заявили об этом Международной организации труда Более остальных пострадает Сфера питания, оптовая И розничная торговля А также сотрудники В области недвижимости Такая обстановка, Вера Спасибо большое о том Как отмечали 1 мая В разных странах мира В условиях пандемии Рассказала Гульнара Жандагулова